Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге Ездры и сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. Комментаторы этой книги так описывают содержание восьмой главы. Данная глава более подробно рассказывает о путешествии Ездры в Иерусалим, которое в общих чертах описывалось в предыдущей главе. В пути его сопровождала группа людей. Эти люди перечисляются с 1 по 20 стих. Ездра и его спутники объявили торжественный пост, чтобы добиться присутствия Бога с ними на время этого путешествия. Об этом говорится 21 по 23 стих. «Ездра заботливо охранял доверенное ему сокровище и обратился с речью к священникам, на попечение которых передал его сокровище». Об этом говорится с 24 по 30 стих. «Бог заботился о нем и его спутниках, пока они были в пути». Об этом говорится в 31 стихе. «Они благополучно прибыли в Иерусалим и там передали сокровище священникам». 32 по 34 стих. «Также начальникам страны были переданы царские повеления». 36 стих. «Они вознесли Богу жертвы». 35 стих. «И затем приступили к делу». Итак, восьмая глава книги Ездры начинается словами «И вот главы поколений и родословия тех, которые вышли со мною» здесь прямая речь, Ездры «из Вавилона в царствование царя Артаксерса». И далее перечисляются имена, роды, какого пола, сколько человек вышли вместе с Ездрой. Итак, до 20 стиха. Мы опускаем список имен. 21 стих по 23 говорится о посте и молитве перед путешествием. Сейчас Господь так сделал, что никаких путешествий у нас нету, когда произносятся эти беседы в стране жесткий карантин. Но очень важно, когда мы именно куда-то собираемся, делать это, предваряя постом и молитвой. И мы читаем. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего». Почему вот эта деталь у реки Агавы? На самом деле и в книге пророка Даниила, и в книге пророка Иезекииля говорится, что люди, пророки, переживали видение у реки. А о чем это? Дело в том, что, когда люди находятся на территории язычников, это не территория Бога. Территория Бога в те времена – это Святая Земля, Эра Цесраэль. С распространением христианства по всему миру в планетарном масштабе территорией Бога стал каждый храм, каждое святое место, где живут верующие, то есть не только храмы, но и их дома, жилища, где иконы, святая вода, книги Священного Писания. Но когда человек сходит с территории Бога, он нуждается в освящении. И реки упоминаются в книге Азекиля, Даниила и первой Ездры, чтобы показать нам, что они совершали ритуальное омовение, чтобы очищаться от скверной язычества. Потому что, например, в некоторых случаях древние евреи считали, что пророчество возможно только на Святой Земле. Хотя это противоречит тому, что делал пророк Даниил, он пророчествовал в Вавилоне, и пророк Иезекииль. Но здесь обращается внимание на то, что их пророчества были связаны с реками. Не в каждом случае это уточняется, но говорится об этом. Значит, они блюли чистоту и не только внешнюю, но прежде всего внутреннюю, нравственную и моральную. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Это было настоящее переселение, тут были и дети, и мужчины, и старцы. И они беспокоились за своих детей, за имущество, за скот. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для хранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. То есть он как бы уже сказал царю о том, что Бог будет его защищать и его людей, а теперь ему потом стало стыдно попросить еще и солдат для охраны. То есть он сам себя поставил в такое затруднительное положение. Итак, мы постились и просили Бога нашего о всем, и он услышал нас. Но Господь, несмотря на все это, он услышал их и благословил. Очень важно, когда мы любое дело в своей жизни предваряем постом молитвы. А если стихийные бедствия, например, потоп, эпидемия или начинается война, как мы себя ведем? Пост и молитва это самое благоприятное действие во время какого-то катаклизма. Мы постимся и молимся и просим Бога, чтобы Он защитил нас от врагов, видимых и невидимых, от вирусов всяких, от бесов, которые могут напасть на нас, от вооруженных неприятелей, от внутренних врагов, от лже-братьев. И далее мы читаем о пожертвованиях на храм. «И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек Шерефию, Хашафию и с ним десять из братьев их и отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники его и князья его и все израилетяне там находившиеся. Ну, скорее всего, советники и князья пожертвовали после того, как вы видели, как царь их пожертвовал. Нельзя же отставать от царя. А израилетяне, которые там остались, конечно, это было религиозное решение. А почему они остались? Возможно, это были люди в возрасте, для которых такой переход был бы очень опасен. Но их религиозное решение пожертвовать на храм. И отдал на руки им весом серебра 650 талантов и серебряных сосудов на 100 талантов, золото 100 талантов и чаш золотых 20, а в 1000 драхм и 2 сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. Лучшая блестящая медь – это медь, начищенная до эффекта зеркала. Это зеркала на самом деле. Древние зеркала – это начищенная медь. И такие зеркала ценились как золото. как золото. Но они не давали такого правильного изображения, оно было немножко искаженное. И помните, в 13 главе первого послания к Коринфянам сказано, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. На самом деле там в оригинале написано, мы видим как в зеркале. Ну, так как зеркала в те времена были до изобретения итальянских зеркал, все зеркала были тусклые, искажали немножко изображение. То, чтобы было понятно, переводчики убрали слово одно, как в зеркале. Они написали как видим, как в тусклом стекле, то есть гадательно, гадательно. Это очень правильное решение, иначе было бы непонятно. Если было написано как в зеркале, а в зеркале хорошо видно. Но когда писал Павел, и потом в течение еще столетий все зеркала были тусклые. До изобретения в Венеции зеркал, которые мы знаем, которые сейчас такими же остаются. Поэтому речь идет о зеркалах. Потому что шутка блестящая медь. И сосуды, они натирались так из меди, что они сами были как зеркала. А сосуд как зеркало, тут речь о двух сосудах, как зеркала, они как будто как стеклянные, как прозрачные. От них все отражалось. Это было очень красиво. И сказал я им, вы святыня Господу, святыня, вы люди, священники, прежде всего, и сосуды святыня, а это во вторую же очередь, после людей, и серебро, и золото, доброходное даяние Господу, Богу, отцов ваших. Любое пожертвование – святыня. Потому что человек жертвует именно на дело Божие. Кто-то жертвует, иногда последнее. Будьте же бдительны, изберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками, левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме в хранилище при Доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим в Дом Бога нашего. Милости Господней вспоминай и считай. То есть нельзя просто так «А, берем вот все, потом разберемся». Так может вести себя только вор, который может прикрываться религиозным чувством. А по закону Божию надо иметь ревизионную комиссию, которая считает все пожертвования. Так в четвертой книге царей говорится о том, что надо сделать ящик, в нем сделать дырку, чтобы туда бросали пожертвования. И когда он наполняется, собирается вот эта ревизионная комиссия, представители от разных служб храма, они вскрывают и считают. А если кто-то говорит, да, тут доверие у нас полное ко всем, вот это речь жуликов. А милости Господней надо считать, как Христос насыщал хлебами и говорил, соберите оставшиеся. и когда собирали оставшиеся, в каждом случае говорится, сколько коробов собрали, то есть собирали счетом. И вот тот, кто не дорожит милостынью, он останется в нищете полной. И сейчас мы видим, как богатые представители религиозного эстаблишмента в разных конфессиях терпят кризис, экономический кризис. Ну, а те люди, которые ценят милости Божие, благодарят за них Создателя и к ним отношение страны, Творца будет другое. И отправились мы от реки Агавы, то есть начинается как бы движение у реки и отправляются от реки, то есть совершают омовение в каждом случае. В 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами и спасла нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. Они понадеялись на Бога, но действовали с постом и молитвой, поэтому все увенчалось успехом. Но это не значит, что в каждом своем деянии мы должны проявлять какую-то самоуверенность. Сказано «Не искушайте Господа Бога своего». Был такой случай, он описан в Алламском Патерике, насколько я помню. Один был старец, который считался очень религиозным, очень праведным, очень святым. И вот был страшный мороз, и все подумали, что от этой вьюги мороза вода покрылась мощным льдом. А это было начало зимы. И этот старец сказал, я пойду в соседний монастырь, братья ему говорят, не ходи, хотя на улице холодно, может быть, вода не настолько замерзла. А он сказал, нет, Господь меня благословит, и пошел. И провалился, и потонул. А летом приезжают какие-то там паломники и говорят, где святой старец такой-то? А монахи говорят, какой святой-то самоубийца? И действительно он оказался самоубийцей. Поэтому человек должен вести себя, чтобы потом ему не было стыдно, более выверенно. Более выверенно. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там три дня. В четвертый день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меремофу сыну Урии священнику и с ним Елеазару сыну Финесову и с ними Иозавату сыну Иисусову и Ноадии сыну винуя левитам. Все счетом и весом то есть все как положено. Счетом и весом. Нельзя пренебрегать такими вещами. И все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов за всего Израиля. То есть за каждое из колен. За каждое из 12 колен 12 тельцов. 96 овнов 77 агнцев и 12 козлов в жертву за грех. Все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления вот эти рекомендательные письма царским сатрапам и заречным областеначальникам среди которых были кстати недоброжелатели еврейского народа какие-то антисемиты. и они почтили народ и дом божий. Что значит почтили? Своим приходом. То есть они пришли и показали что они понимают важность храма. Храм это не какая-то частность. Это особое место где совершается особое служение. а в те времена только в одном месте можно было совершать это служение. То есть нельзя было жертву приносить вне храма каждые не совершать. В христианстве храм не играет такой роли. В христианстве можно любое таинство совершать на любом месте. Если епископ благословит. Известно что в ссылке святитель Иоанн Златоуст служил евхаристию в бане потому что не было другого подходящего места. Итак сегодня мы окончили изучение восьмой главы первой книги Ездры. Если мы будем живы Господь позволит в следующий раз мы будем читать девятую главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Спаси Господь. Продолжение следует...